Парел Кункурмитар Птистер, Казахстан Республиксан, президент Жан-Дагу, Ортала Коммуникация Ларко Змитне, брифинг Декошкин Лиздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. В своем послании народу страны «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единый интерес и единое будущее» глава государства поставил перед правительством задачи в ближайшие 2-3 года сформировать ядро национальной системы дуального технического и профессионального образования. В перспективе предусмотреть переход на гарантирование государственного получения молодыми студентами грантов на образование. На сегодняшний день дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм подготовки профтехспециалистов. Данный формат позволяет совместить в учебном процессе теорию, а также практику. Сегодня более подробно о путях развития дуального технического и профессионального образования нам расскажут председатель правления холдинга «Казахкор» Садалкасова Эльдана Макиновна и директор департамента информатизации и логистики Муганова Айнур Жалгасовна. В первую очередь мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. И, Эльдана Макиновна, пожалуйста, вам слово. Еще раз добрый день, уважаемые участники нашей конференции. Некоммерческое акционерное общество «Холдинга «Казахкор»» было создано в 2012 году по поручению главы государства для того, чтобы создать ту экспериментальную площадку, на которой должна адаптироваться лучшая мировая практика и ее внедрение в нашу систему технического и профессионального образования. Сегодня мир настроен на новые технологические уклады, и это требует изменений в системе подготовки технических и профессиональных кадров. Сегодня дисбаланс, который сложился между рынком образования и рынком труда, он сказывается в том, что работодатели постоянно высказывают свою критику в том, что выпускники очень долго адаптируются на рабочих местах, в том, что они имеют очень низкий уровень производительности труда, выходя из учебных заведений системы технического и профессионального образования. Они нуждаются в освоении своих практических навыков непосредственно уже на рабочем месте в производстве. Они не удовлетворяют требованиям работодателей, и всего 70% выпускников колледжей ТИПО трудоустраиваются в ближайший год после выпуска. И, естественно, такие проблемы и дисбалансы, они сегодня требуют подхода. Это проблемы не только в Казахстане, эти проблемы сегодня затрагивают практически все страны мира, и все, так скажем, ведущие производители настроены на то, чтобы изменить подходы и свои, и в системе образования своих стран. В создании холдинга принимают участие не только сама образовательная система и наш непосредственный учредитель Министерства образования, но и также мы имеем двух самых главных для себя партнеров. Первый партнер – это работодатели. И они представлены в нашем холдинге в виде ассоциаций работодателей или же крупнейших компаний, и они являются нашими гарантами в создании образовательных программ, которые отвечают потребностям индустрии и требованиям рынка труда. Второй наш партнер – это зарубежный сектор образовательный, это ведущие мировые учебные заведения, которые последние 15-20 лет доказывают, что они лидеры в этом процессе, и они обеспечивают нам гарант соответствия образования, которое создаётся в сети холдинга «Касипкор» международным стандартам качества. И, естественно, мы очень большую поддержку получаем от государства, от государственных органов, потому что каждый из этих государственных органов играет существенную роль в создании нашей экспериментальной площадки, где мы опробируем новые образовательные программы. Немного хотелось бы рассказать о наших партнёрах работодателей. Это крупнейшие предприятия, входящие в систему фонда «Самрук Казына» и его дочерних организаций. Это, естественно, наша Национальная палата предпринимателей, а также её члены в виде отраслевых ассоциаций, Казын, Нарджи, АГМП, строительное жилищно-коммунальное хозяйство, IT-технологии, Казахстанская туристическая ассоциация и крупнейшие компании, которые являются участниками программы индустриализации, сами являются ведущими работодателями и производителями в Казахстане. Здесь очень важно, что все эти партнёры наши имеют не просто меморандумы, они непосредственно участвуют в создании наших образовательных программ. И здесь не только это проявляется через участие в конференциях, но и непосредственно в том, что мы с ними подписываем договора, и они непосредственно проводят с нами апробацию этих образовательных программ. Наши зарубежные партнёры представлены практически со всех континентов, и главным генеральным стратегическим партнёром для нас является компания GIZ. Это международный фонд, созданный в Германии под Министерством экономики для распространения опыта Германии в международной системе. С фондом GIZ мы в первую очередь проработали основные принципы, как нужно строить работу для того, чтобы создать полноценную дуальную систему, её опробировать здесь, в Казахстане, на наших колледжах, и затем транслировать на всю систему технического и профессионального образования. Мы заложили основные критерии, каких образовательных партнёров мы должны подбирать для своих колледжей. Здесь играет важную роль всё, начиная от года основания учебного заведения, его программы и курсы обучения, количество студентов, сотрудники, репутация учебного заведения, опыт в подготовке преподавателей, и создание вообще своего кадрового потенциала. Это партнёрство непосредственно с индустрией, насколько тесно они связаны с производством, исследования, которые они ведут с индустрией в том числе, статистика трудоустройства выпускников. Если вы посмотрите на наших партнёров, которые были выбраны в системе холдинга для того, чтобы развивать наши колледжи, то это Саид Политехник из Канады, это Пирсон и его колледжи из Великобритании, это КТЕЙФ, который объединяет 68 колледжей Австралии, это Наньянг Политехник, который объединяет в себе 6 политехников Сингапура и так далее. То есть у нас широкий очень выбор партнёров. Деятельность нашего холдинга в создании дуальной системы в Казахстане направлена на три стратегических таких крупных направления. Первое – это мы создаём саму площадку, это мы создаём новые колледжи, которые представлены двумя колледжами мирового уровня. Они будут строиться и строятся сейчас уже в Астане и в Алма-Ате. Четырьмя межрегиональными центрами, один в Атерау уже создан и работает второй год. Три межрегиональных центра строятся в Ось-Каменогорске, Кейбастузе и Шимкенте. И здесь мы закладываем вместе с нашими двумя партнёрами, работодателями зарубежными учебными заведениями, принципиально новые подходы в создании образовательной программы. Об этом я чуть позже вам коротко объясню. Второе стратегическое большое направление, изучив и внедрив этот опыт в свои колледжи, мы начинаем транслировать этот опыт на колледжи Казахстана и выбрали для себя первых 10 партнёрских действующих колледжей. Это 10 политехнических колледжей, которые находятся в областных центрах, не покрытые строительством наших колледжей. И через эти 10 партнёрских колледжей, затем с участием уже наших 6 колледжей новых, которые мы построим, мы начинаем транслировать уже весь этот опыт на 278 технических колледжей системы технического профессионального образования. Трансляция будет проходить в несколько этапов. В первую очередь мы меняем кадровый состав преподавателей. Внедрили сейчас 7-модульную систему подготовки преподавателей, когда они пройдут полностью обучение и в то же время получат производственный опыт, чего раньше не было в системе подготовки преподавателей. Каждый преподаватель ежегодно должен обладать 144 часами практического опыта на производстве, в том числе, как и их студенты, которым они преподают. Третье крупное направление – это аналитическое сопровождение Министерства образования и науки в процессе модернизации ТИПУ. Мы ежегодно проводим исследования. Эти исследования заканчиваются рекомендациями, и эти рекомендации внедряются непосредственно в планирование модернизации технического профессионального образования. Немного остановлюсь на наших колледжах. Два колледжа мирового уровня. Чем их отличают от межрегиональных центров? Два колледжа мирового уровня – это колледжи многопрофильные, в них будет создаваться по шесть школ. Эти школы имеют направление туризм, гостиничное дело, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, инженерно-коммуникационные технологии, энергетика, инженерия, дизайн. Для каждого из этих школ мы уже выбрали партнера в себе, и они прошли большой конкурсный отбор. Более 54 учебных заведений мира участвовало в этом конкурсе, и были выбраны шесть партнеров, о которых я говорила вам выше. Четыре межрегиональных профессиональных центра, их отличаются в том, что это моноотрасли, то есть одна отрасль представлена непосредственно в колледже. Ватрау – это нефтегаз. Здесь у нас партнер Саид Политехник из Канады. Ускаменногорск – это машиностроение, Кебасус – это энергетика, и Шымкент – это будет пищевая и легкая промышленность. Мы запуск проводим колледжей мирового уровня в следующем году, с сентября 2015 года. Начнется обучение в Алмате и в Астане. Первые студенты будут приняты во все эти шесть школ. Общая проектная мощность этих наших колледжей составит более трех тысяч человек. Сдача полностью объектов прогнозируется в 2017 году, но в первую очередь будет введена в следующем году, когда полноценное обучение мы сможем начать и ввести в течение двух лет до принятия полностью всех комплексов, кампусов, которые будут построены в Алмате и в Астане. Ватрау сегодня обучается 600 человек. Для этого мы с Саид Политехником разработали 12 образовательных программ, и мы определили три на сегодняшний день ведущие специальности, в которых потребность очень высока. И по ним обучается 600 человек. И сегодня обучение ведется канадскими преподавателями. Наши казахстанские преподаватели в течение двух лет обучаются и учатся ежедневно в процессе образовательных программ. Десять партнерских колледжей, о которых я вам говорила, они представлены в городах, как говорила, непокрытых обучением. Они политехнические колледжи, и действующие в них на сегодняшний день обучение ведется более чем по 17 специальностям. Этапы создания каждого из колледжей у нас предусматривают обязательное присутствие. С самого первого дня мы начинаем работать с работодателями. Мы определяемся, какие специальности острого спребованы, дефицитные, в которых они испытывают наибольшую потребность. Выбрав эти специальности для своих колледжей, мы их определили, и они внедряются в наших колледжах. После этого мы с работодателем определяем, какие требования и критерии он ставит перед нашими образовательными программами. Они выражаются либо в профессиональных стандартах, либо они описывают эти требования. Плюс к этому они описывают полностью технологический процесс, который используется у них на производстве, и они описывают, какие навыки и компетенции должен обладать каждый студент в нашем колледже, если он учится по той специальности, которая ими высоко востребована. Только после этого мы выбираем себе зарубежного партнера и начинаем разрабатывать образовательные программы. Образовательные программы мы разрабатываем, и затем первым, кто экспертирует их и проводит оценку, это опять работодатели. Мы отправляем наши ассоциации и крупнейшие компании, наши образовательные программы, они дают им оценку и подтверждают именно то, что им необходимо для того, чтобы, если студент обучится по этим программам и покажет именно эти производственные навыки, они будут востребованы и приняты к ним на работу. После этого мы переходим к созданию учебно-методического комплекса, полностью который будет обеспечиваться в процессе образования. И здесь снова мы с зарубежным партнером определяемся, какие учебные материалы необходимы, какие преподаватели должны преподавать эти предметы, какое оборудование должно находиться в нашем колледже. Оно практически идентично тому, что стоит на наших производственных площадках работодателей, и какая инфраструктура учебного заведения необходима для того, чтобы полноценно было закреплено это образование. Здесь снова мы спрашиваем полного совета и консультацию работодателей, они подтверждают, и мы после этого начинаем закуп всего этого оборудования. Уже когда начинается образовательный процесс, и Атурау это подтвердил, в течение всего образовательного процесса работодатель вместе с нами присутствует, и он просматривает и подтверждает, что да, наши студенты получили теоретические знания, они их закрепили в мастерских и лабораториях, и эти навыки действительно подтверждаются, что они могут работать, и после этого они направляются на практику к ним, после чего они подтверждают, да, эти знания действительно и соответствуют их требованиям. И в завершение, когда наш студент будет заканчивать, впервые в практике в Казахстане наши колледжи не будут проводить итоговую оценку выпускника, ее будет проводить работодатель. И сертификаты присвоения квалификации будет проводить работодатель, ассоциации для этого сегодня создают независимые центры оценки и присвоения квалификации, после чего только на основании этого сертификата наш колледж, это наш зарубежный партнер и мы, мы выдадим дипломы. Вот такая траектория обучения и такое закрепление знаний будет проводиться во всех наших колледжах, и это мы впервые будем транслировать на 10 партнерских колледжей, а затем на всю систему технического профессионального образования. Почему сеть Касипкор так важна и наши 10 партнерских колледжей? Вы знаете, программа ГЭПФИР, которая утверждена на 15-19 годы, она учла ошибки, ну так скажем, проблемные вопросы, которые возникли в программе в процессе подготовки первого этапа, и здесь мы уже сконцентрируемся на том, что будет реализация практически около 96 проектов по этой программе, по 14 отраслям, и нужно будет подготовить 35 тысяч специалистов, которые будут работать на высокотехнологичных производствах. Вот эти 35 тысяч будут готовиться в наших 16 колледжах, в 6 колледжах системы холдинга Касипкор и в 10 профессиональных, значит, профтехколледжах 10 областей. Остальные колледжи будут уже через нашу практику переподготовки внедрять такие же последовательные меры, как и мы. Для того, чтобы нашим коллегам в действующих колледжах показать, на чем должны быть основываться их опыт и практика внедрения нашего опыта, мы подготовили для них 9 принципов успешного колледжа, которых они должны достигнуть. В первую очередь они должны проводить обучение только по востребованным специальностям. Если их региональные, так скажем, работодатели и сама экономика регионов не требуют производства этих специалистов в таком количестве, они должны отказаться от этих специальностей и перейти к тем, которые сегодня востребованы. Образовательные программы обязательно должны разрабатываться под квалификационные требования работодателей. Преподаватели должны быть с производственным опытом, Они должны этот опыт получать, если не смогли его до начала работы в учебных заведениях, значит, в процессе этого учебного работы в колледже. Современное учебное практическое оборудование должно быть таким, которое сегодня стоит на наших предприятиях аналогично. Качественная должна быть инфраструктура колледжа, должны быть актуальные учебные литературы и новейшие методы обучения, в том числе и электронные. У нас очень гибкий учебный процесс, настроенный на то, что мы должны студента не сдерживать. Если он знает, умеет и может быстрее усваивать, значит, создаются группы, когда он продвигается, и это называется индивидуальная траектория обучения. То есть студент в зависимости от своих способностей усваивает так знания, как он может, но он обязан усвоить их и подтвердить это квалификационным экзаменам у работодателя. Практика на производстве должна проходить с полным выполнением рабочих норм и, как я говорила, сертификат должен давать работодатель. Немного остановлюсь именно на том, каким образом внедряется дуальная система в наших колледжах. Очень много стереотипных, так скажем, ассоциаций, что такое дуальное образование. Мы говорим, дуальное образование – это ответственность как минимум двоих в процессе обучения, и это и работодатели, и учебного заведения. И поэтому мы создаем двухуровневую систему практической подготовки студентов. Это мы выработали вместе с работодателями, понимая и оценивая ситуацию, как в стране развиваются производственные предприятия, и какие трудности они сегодня испытывают, и в то же время понимая, как учебные заведения должны строить свой обучающий процесс. Мы учебную практику всю в мастерских колледжах закрепляем в процессе обучения. То есть студент получает знания, тут же их закрепляет на практике в мастерских и в лабораториях и подтверждает ее уже на практике у работодателя. Но прежде чем перейти к работодателю, это очень сложный процесс, особенно в производствах, где связано с техникой безопасности и с опасными производствами. Здесь требуются допуски к производству. Вот эти допуски к производству мы внедрили прямо в образовательный процесс. Каждый студент у нас получает допуски к производству в рамках образования, которые он получает в течение всех трех лет по этапам, навыкам, компетенции, которые он усваивает. И лишь потом, когда он получил эти допуски, он может переходить на практику на производстве. И работодатель его принимает только в тот момент, когда он может выполнять полную рабочую норму. Нет смысла направлять студента, если он не умеет работать и не может выполнять нормы производительности труда. Потому что работодатель, у него процесс рыночный, понимаете. Он должен зарабатывать и он не может терять и производить брак, если студент этого делать не умеет. И поэтому мы договорились с работодателями, что к ним студент приходит подготовленный. И он только уже оттачивает эти навыки и оттачивает ту производительность труда, которую он должен выдерживать ежедневно. И поэтому у нас практика, вот от РАО, это первый практический опыт, который мы у себя наработали. В нефтегазе внедряется система, и она обязательно вахтовая. Наши студенты тоже ездят на вахты. Поэтому две недели они проводят на вахте, потом они возвращаются в колледж, обучаются. Снова для того, чтобы подтвердить свои навыки, они возвращаются уже снова на двухнедельную вахту. В колледжах, которые будут в Алмате и в Астане, в зависимости от специфики работы работодателей. Если будет требование трехдневное, значит, будет три дня проводить на производстве. Если необходимо чередование через день, значит, будет через день. То есть это все зависит от требований, как строят это работодатели. Про сертификацию я вам говорила. У нас созданы четыре центра независимой сертификации квалификации в шести отраслях. Сегодня идет апробация, пилотное внедрение новых квалификационных экзаменов. И мы ее внедряем на действующих колледжах Казахстана. Холдинг Асипкор оказывает методологическую поддержку всем этим четырем центрам. И мы совместно продвигаемся уже непосредственно в сертификации. Отличие от действующей системы до этого, я говорила, что мы впервые отделили от процесса обучения. И в то же время работодатели теперь могут своих действующих рабочих через эти центры подтверждать точно так же. Повышение квалификации проводить и новые разряды и квалификации им выдавать уже в рамках вот этих сертификационных центров. И дуальная система у нас закрепляется в колледжах еще одним элементом. Это индустриальные советы, которые мы создаем в каждом колледже. В индустриальные советы у нас главным является работодатель, и он только имеет право голоса. Мы как учебные заведения и холдинг не имеем права голоса в этом индустриальном совете. Задача индустриального совета заключается в том, что он полностью аудирует образовательный процесс и выносит свою ежегодную оценку. И таким образом каждый из наших колледжей подвергается двум видам аудита. Один аудит это делает работодатель, второй аудит проводит зарубежный партнер наш дважды в год. Он просматривает полностью от студенческих знаний качественных, которых он получает, вплоть до преподавателей, и систему управления в наших колледжах. Спасибо большое за ваше внимание. Вам большое спасибо. Переходим к вопросам. Пожалуйста, Фариза. Первый вопрос. Здравствуйте, Фариза. 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 Ну я начну, а Айнур Хазахша Аударады, да? Ну в смысле она свою интерпретацию ответа даст. Значит, ну во-первых, колледжи, которые мы создаем в Алмате и в Астане, они предназначены именно для того, чтобы привлечь в первую очередь детей из малообеспеченных семей, сирот и сельского молодежь. 60% наших студентов это как раз дети из таких семей. Что мы для этого делаем? Мы ежегодно проводим профориентационную работу во всех школах Казахстана. Начиная с октября месяца по март месяц мы объезжаем все регионы. У нас создаются специальные такие группы. Они объезжают, и в первую очередь они объезжают все детские дома. Значит, мы проезжаем в областях и создаем специальные дни, когда приходят через управление образованием, оповещение идет во все малообеспеченные семьи о том, что вот в такой-то день мы проводим там-то такую-то, значит, встречу. И в плюс мы проводим сразу же тестирование для этих детей, для того, чтобы показать, что им необходимо в течение года еще подтянуть в знаниях. Плюс мы выезжаем в сельские округа и там проводим сход в этих округах для того, чтобы они тоже обладали всей информацией. Но я говорю, самое главное для нас, мы везем с собой тесты, и эти тесты проводим на местах для того, чтобы и дети, и их родители сразу же осознавали, что им необходимо в новых знаниях. Для того, чтобы эти... у нас очень высокий проходной балл. Во-первых, нужно знать английский язык, да, потому что все обучение, я забыла вам сказать, извиняюсь, у нас все обучение происходит на английском языке. Объясню, почему английский язык очень важен и почему мы готовим именно таких рабочих. Мы готовим, если вот взять общее количество, всего 1% от общего выпуска колледжей Казахстана. Но сегодня существует 6% предприятий в Казахстане, которые работают на очень высоком технологическом оборудовании, и практически все они завосят иностранную рабочую силу. Так вот, мы хотим заменить эту иностранную рабочую силу нашими выпускниками. Кроме того, очень большое количество, как вы отметили, я сразу же и второй вопрос сюда же отвечу, инновационные парки создаются, технологические парки, где требуются тоже высокопрофессиональные рабочие кадры, и поэтому от них очень большая потребность, они дают точно так же нам заявки, и мы для них будем готовить. В Астане это большой парк научно-технический при Назарбаев университете в Алматы, как вы отметили, это инновационный парк города Алматы. Плюс наш колледж будет находиться, и он строится в специальной экономической зоне СЭСПИ Талатау, и поэтому мы для этого СЭЗа тоже готовим свои кадры именно в этих же колледжах. Большое очень значение придается этим шести школам, в них выбраны именно, вот я как говорила, специальности, где надо заменить иностранную рабочую силу, второе, очень большое количество рабочих привлекается с высшим образованием на этих предприятиях, поэтому это тоже неправильное использование, и мы готовим для замены и этой когорты студентов своих, и третье, очень большое внимание уделяется, вся техническая литература для оборудования идет на английском языке, ее невозможно переводить, поэтому у предприятий большая сегодня потребность именно в рабочих, которые умеют и читать эту литературу, и внедрять ее непосредственно в производство. — Я, извиняюсь, сразу дополнительный вопрос вам же, ну вы понимаете, я, да, моя гражданская позиция, я поддерживаю, это хорошее начало, чтобы все проходило на английском языке и так далее, но вы понимаете, что не все дети сельские, тем более, и тем более дети сироты, малообеспеченные дети, да, из семьи высших, они просто-напросто не знают английского языка, и у них даже нету средств, чтобы обучаться дальше. — Для этого мы тоже создаем специальные условия. Почему мы объезжаем заранее, да, вот мы говорим. Во-первых, мы даем время, во-вторых, мы создали у себя при колледжах подготовительные школы, куда мы набираем таких детей. Вот в этом году мы, 16 сентября, впервые в АТРАО открываем такую школу подготовительную вместе с работодателями. То есть эта нагрузка идет не на государство. Работодатели впервые взяли на себя, значит, спонсорскую помощь они нам оказывают для того, чтобы содержать этих детей. На один год они заходят к нам в колледж, и мы их готовим. Английский, физика, математика, химия. И плюс они получают первую рабочую квалификацию, которая тоже будет подтверждена сертификатом работодателей. Поэтому во всех колледжах наших холдинга будет внедрена такая программа. 160 детей ежегодно будут приниматься на такой основе. Это точно так же мы объезжаем, я говорю, в ходе этой практики. Те, которые мы видим, вы знаете, регионы показали, очень хорошие есть дети и в сельской местности, обладающие очень хорошими знаниями английского языка, им нужно только направление. Они должны понимать, что им нужно подтянуть в разговорной и в переводной части для того, чтобы они могли освоить уже наши новые экзаменационные. Плюс в течение полугода, первые шесть месяцев, у нас идет усиленная подготовка английскому языку в рамках внутриобразовательного процесса. То есть они уже и учатся на английском языке, но и в то же время шесть месяцев усиленная ведется подготовка для того, чтобы они прошли два уровня сразу же. Как только они проходят эти уровни, они переходят на техническую специализацию. То есть мы понимаем свою социальную ответственность, если государство вкладывает такие огромные ресурсы в гарантированное получение такого высокого образования, то в первую очередь, я говорю, 60% мы именно на такой категории детей останавливаемся и мы проводим эту селекцию. Сейчас, со следующего года, будет внедрена еще одна дополнительная онлайн образование. То есть в этом нам еще должны помочь Казахтелеком, они обещают с нами вместе разработать эту программу, когда у детей будет онлайн доступ к нашим образовательным программам, когда школьники за три года до начала поступления могут усваивать английский язык более ускоренными методами. Спасибо. Спасибо, Айна Розавласовна. Пожалуйста, кратко. Спасибо, Айна Розавласова. Спасибо, Айна Розавласова. Спасибо, Айна Розавласова. Продолжение следует... 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 То есть с преподавателем, который преподает технические дисциплины, и студенты, понимая, что, может быть, они выбрали не так немножко специальность, через год они имеют право изменить специализацию. В этом им помогает правильно определиться преподаватели плюс психологи, которые у нас находятся в колледже. Для, вот еще небольшое дополнение по английскому языку, очень сложно детям усваивать язык, да, но это может быть наша какая-то ментальность национальная. Но в то же время психологи помогают им раскрыть этот барьер. Они просто им помогают понять, насколько это нормально и несложно. В техническом языке 60% слов практически заимствованы из английского языка. И поэтому они им просто помогают понять, что нет сложностей, и эти барьеры можно снять. Они психологические барьеры, и как только дети преодолевают, они сразу же через год начинают ускоренно усваивать все технические дисциплины. Айдор Жаласуны. 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 Следующим принципом дуальной системы образования – это должно быть оба участника, работодатели и учебные заведения, в равной степени должны создавать образовательный процесс. И здесь участие работодателя, оно впрямую. Вот как я показала по нашей процедуре, он начинает от специализации, участвует непосредственно в создании образовательной программы, просматривает весь образовательный цикл, как он идет в течение двух-трех лет, и затем он выдает сертификат. Вот германская модель, она именно построена на таком процессе, когда работодатель не только участвует в этом образовательном процессе, он еще и закрепляет вот эти все практические навыки у себя на производстве. Это, наверное, единственное отличие сегодня от казахстанской системы, потому что в Германии работодатели принимают сначала студентов к себе на работу, затем вместе с ним они выбирают учебное заведение, где будет проходить образование, и выстраивается эта модель. Значит, в Казахстане мы идем поэтапно. Сейчас внедряется первый принцип – это обязательная практика. Вот глава государства в последний раз как раз и заявил, что необходимо прямо законодательное закрепление обязанностей работодателя предоставить для практики места непосредственно на рабочем месте для студентов. И сегодня 176 колледжей Казахстана заключили договора с работодателями для вот этих практических усвоений, в том числе и наш колледж Ватерау. Точно так же мы заключили договора с работодателями, что наши студенты будут проходить практику. Но дальнейшее вовлечение работодателя, в том числе и через законодательные инициативы, оно должно быть именно с двух позиций. Первое. Он должен вместе с учебным заведением нести ответственность за образовательные программы. И второе. Он должен быть мотивирован к этому. То есть ему должны даваться и налоговые льготы, а ему должны даваться и налоговые преференции. И государство должно точно так же, как и работодатель, участвовать в процессе финансирования этих практических знаний. Благодарю. Пожалуйста, следующий вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok В наших колледжах мы применяем именно эту практику, как я уже вам говорила. Когда наши студенты подтверждают, что они обладают навыками, компетенциями, они получили допуски на производство, уходят на практику, и работодатель видит, что он выполняет рабочую норму и подтверждает это. Затем работодатели начинают в процессе двух лет этих практик выбирать себе будущих работников, которых они перед завершением нашего обучения приглашают уже на работу. Но для системы всей ТИПО сейчас Министерство труда и социальной защиты разработало непосредственное требование, что практика, которую студенты проходят на производстве, она засчитывается в счет трудового опыта, если она действительно шла в режиме выработки этих производственных норм. И сейчас в течение 2015 года такие изменения будут вноситься в законодательстве, когда практическая, ну ты говорила, практика, которая будет в учебных заведениях закрепляться, она будет вноситься в их опыт и наработка этого стажа и подтверждение этого уровня. — Благодарю. Пожалуйста. — Спасибо. Руслан Мелекша, Казрадио. Госпожа Садвакасова, Вы очень подробно рассказали об этой дуальной системе образования. Скажите, пожалуйста, когда же наша страна получит первых суперспециалистов? — Суперспециалисты у нас уже выпускаются в Казахстане. И у нас есть прекрасные колледжи, которые это подтверждают. Одним из, ну, наверное, ну, то, что мне в последнее время по нефтегазовой отрасли я часто посещаю другие колледжи, допустим, Симопалатинский, елого-разведочный, он выпускает специалистов, которые сегодня, ну, я думаю, что как горячие пирожки разбирают такие компании, как Шлюмберже, Халибертен для своей работы. Таких колледжей есть, и они входят, ну, я думаю, что где-то порядка 50 в Казахстане. Это очень мощные политехнические колледжи представлены, и ряд индустриальных колледжей в Казахстане. Они выпускают специалистов, и если они работают напрямую с работодателями, практически во всех этих колледжах работодатели участвуют с самого первого дня существования этих колледжей. И поэтому я считаю, что вот они есть, но для того, чтобы это приобрело массовый характер, нам необходимо, чтобы сейчас работодатели нам помогли в первую очередь с выпуском профессиональных стандартов, потому что профессиональные стандарты становятся основой для определения образовательных программ. Второе, работодатели нам должны сказать, какая у них потребность в рабочей силе, по каким именно специальностям. И здесь Министерство труда и соцзащиты вместе с НПП сейчас разрабатывают большую программу, чтобы это было не только в национальном, республиканском масштабе, но и разработка шла именно по-регионально, для того, чтобы нам работодатели показывали перспективу на пять лет, какое количество специалистов и в каких именно у них большая потребность. Спасибо. 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 В течение трех лет уже ведем подготовку кадрового резерва преподавателей, и мы их выбираем из действующей системы технического профессионального образования. Мы объезжаем все колледжи Казахстана, объявляем конкурсы ежегодно по специальностям, которые нам необходимы, и по тем техническим дисциплинам, в которых мы будем испытывать свои потребности. На конкурс выходят преподаватели, мы выставляем на сайте у себя критерии, по которым мы будем отбирать этих преподавателей. Эти критерии мы разрабатываем вместе с нашими зарубежными партнерами. Кроме профессиональных требований, там стоит еще и требование обладать производственным опытом, и если преподаватель не обладает этим производственным опытом в течение двух лет ближайших, он должен его получить. И плюс каждый преподаватель должен будет получить еще и ту квалификацию рабочую, сертификат в независимой сертификационной организации, для того, чтобы подтвердить, что он сам обладает этой специальностью. Сейчас мы проводим 10-месячную подготовку преподавателей в нашей колледже. В нее входит все, начиная от педагогики и психологии, заканчивая введением каждого специального предмета, которым должен обладать преподаватель. И новшество заключается в том, что преподаватели преподают не дисциплину, а интегрированный предмет. У него должны быть знания из разных дисциплин для того, чтобы показать, и студент смог обучиться этому навыку и этой компетенции. В течение 10 месяцев мы в этом году подготовили 177 преподавателей, в прошлом году у нас было подготовлено 117 преподавателей, и в 2012 году 120 преподавателей. Таким образом, мы на сегодняшний день обладаем кадровым резервом, из которого с февраля месяца мы начинаем уже непосредственно отбор. Ежегодно будет у нас по внедрению их уже в колледжи мирового уровня. — Благодарю. Давайте последний вопрос. — Маржан Ордовая, Евразия, телеканал. Скажите, пожалуйста, для всех студентов будет образование бесплатно, и если бесплатно, на сколько лет студент будет привязан к контракту к тому или иному работодателю? — Спасибо большое. У нас только первые три года будет вести 100% государственный заказ в наших колледжах на этапе становления. Но в течение трех лет мы начинаем работать с работодателями для того, чтобы они также участвовали в процессе подготовки студентов. И к 2020 году у нас стоит показатель довести количество студентов, обучающихся за счет работодателей, до 30%. То есть, таким образом, государственный заказ будет снижаться последовательно ежегодно, а увеличивается прием студентов на договорной основе, которая заключается с работодателями. Но при этом перед студентами нет закрепления за работодателями. Студент обучается в течение двух лет десяти месяцев, получает специальность, получает диплом, и он вправе выбрать самостоятельно своего работодателя. Но те, которые в процессе обучения уже сработались, и те, которые выбрали себе работодателя, и работодатель выбрал себе студента, они уже на выходе имеют гарантированное место работы. — Нет, а законодательно на сколько лет привязан студент? — Нет у нас законодательной привязки. — Это индивидуально? — Это индивидуально. Каждый раз это решение индивидуально. — Еще один такой вопрос. Будет ли подобное образование вводиться среди педагогов для медицины? Потому что катастрофически не хватает педагогов именно для среднего образования. — Мы в этом году большую работу провели с Министерством здравоохранения. Они обратились к нам тоже с просьбой, как им создать... Ну, так скажем, у них дуальное обучение практически присутствует, да? Но как им правильно сформировать тоже объем, так скажем, их стандарта? И мы в этом году очень много с ними проработали, показали весь свой опыт. Они его у себя тоже учли. И мы провели эти изменения в Министерстве образования и науки, чтобы закрепление произошло. Поэтому с этого года у них начинается внедрение, значит, новой практики в своих... Ну, в шести первых колледжах они сейчас пробную... — Да, в медицинских шести колледжах. Они вводят новую программу. И затем уже она пойдет распространением на все колледжи Казахстана. А при подготовке преподавателей мы со следующего года, если бюджет страны поддержит этот вопрос, мы начинаем подготовку преподавателей и для всей системы технического профессионального образования по нашей методике. Как вот своих преподавателей готовим по семи модулей, точно так же будут готовиться именно преподаватели технических дисциплин для всей системы ТИПУ. Ежегодно 5200 человек будет проходить образовательную программу у нас в холдинге Касипкор, которая будет завершаться специальной программой сертификации этих преподавателей. И это будет вести к изменению их оплаты труда. — Нет, меня интересуют именно педагоги в школах. Начальные классы. 20% в этом году педагогов не хватает. — Значит, эта программа не наша холдинга, но я вам просто расскажу, что Назарбаев интеллектуальной школой подготовили большую программу, и они уже ведут третий год переподготовку преподавателей всех уровней, начиная с начальных классов, заканчивая старшими классами. У них тоже это сертификационная программа, которая разработана была вместе с Кембриджским университетом. Эта программа предусматривает тоже четырехуровневую подготовку преподавателей, которая ведет к сертификации и изменению оплаты труда преподавателей в школах, учителей. Плюс сейчас ведется пилотное внедрение программы подготовки преподавателей в педагогических институтах. Назарбаев интеллектуальной школы разработали программу, и эту пилотную программу они внедрять будут с этого года. И мы думаем, что для... Но опять вернусь к нашу систему технического профессионального образования. Мы сейчас ведем исследования и хотим рассмотреть возможность внедрения, как ранее было в советской практике, но сейчас уже на новом уровне, это внедрение специальности инженера-преподавателя. Рахмет, у вас вопрос? Короткий вопрос. Казахстан телеканал. В средствах во сколько обойдется обучение специалистов потенциальным работодателям? В АТРАУ в среднем у нас сейчас сложилось, что для работодателей наш студент обходится в 2 миллиона тенге в год. По этой практике в этом году, но так как это первый набор, и всего 160 человек первых, поэтому это немного дорого. Но со следующего года мы прорабатываем уже систему удешевления этого, и в среднем подготовка специалистов в нефтегазе будет стоить около полтора миллиона тенге в год. А вот сейчас уточняю вопрос, за некачественное обучение будущий работодатель может затребовать с ВУЗа потраченные деньги? Он с самого первого дня участвует в процессе контроля за знаниями студентов, и в момент, если, допустим, он считает, что студент не… Ну, я не про ВУЗа говорю, я про наш колледж, да? Если он останавливает систему обучения, то остаток средств, которые он перечислял на его образование, может быть возвращен работодателю, если он сам этого потребует. Благодарю. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наш брифинг. Позвольте поблагодарить вас за ваши вопросы, а также наших гостей, представителей холдинга «Коскор». Спасибо.